Самарская область норму выполнила, вооруженные силы регион направил даже больше призывников, чем полагалось по заданию. Осенью 16-го года ряды российской армии пополнили почти 3 тысячи новоиспеченных танкистов-артиллеристов-десантников. 15 человек служат в президентском полку, шестеро в спорт-роте и трое в научной роте в Краснодаре. Последние на особым счету. Их приметили еще во время учебы в университете и заранее выделили им места. Также более тысячи человек в прошлом году заступили на службу по контракту, в том числе 30 девушек. Представительницы прекрасного пола играют в военных оркестрах, служат связистами и медиками. Минимальная зарплата в армии сегодня 17,5 тысяч рублей. Военнослужащим предусмотрены надбавки. Если он сдал физическую подготовку, там на хорошо или отлично, идут надбавки за сдачу физической подготовки. Это большие, до оклада в месяц. Если сержант прослужил около 4-5 лет, имеет большую квалификацию, до 50 тысяч получают уже ребята. За два года в регионе почти вдвое снизилось число тех, кто уклоняется от воинской службы. По результатам осеннего призыва 2016-го их 221 человек. Теперь им придется ответить по закону. С этого года студентов колледжа и техникумов не будут призывать в армию, пока те не закончили учебу. Раньше такой привилегией пользовались только студенты вузов. Весенний призыв 2017-го года стартует 1 апреля. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.